Доброе утро! Стоит надевать теплые. Да, я вот сейчас это тоже понимаю по своему состоянию здоровья, потому что все-таки погода переменчива, и она вроде бы тут жарко, тут холодно, но все-таки вот для первого периода, что стоит и по фасону, да, одеть, для того, чтобы и не заболеть, ну и какие цветовые, возможно, какие-то композиции? Ну, вступительное слово главного редактора ВОК Украины сентябрьский было о том, что наконец-таки дизайнеры уже придумали все, что можно было придумать, вот, и теперь мода просто все это... Мы просто выбираем. Мы просто выбираем, соединяем все, что нам нравится, делаем образы, поэтому мода стала более спокойная во многом, мода стала более разнообразной, универсальной, то есть взяли дорогие ткани, например, идет минимум отделки, то есть на простые более что-то роскошное, то есть как бы такой правильный симбиоз всего, что есть. Я так понимаю, это нам зрители уже пишут. Это как Торбок. Она поправляет, говорит, да, 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 точно, я это говорила. Это было я. А мне хочется еще сказать, что хоть и все разнообразно, но все равно, как обычно, существуют тренды в моде, которые никто не отменял, это какие-то направления, которые куда лучше двигаться, как вот все говорят, да, мода это игра, и давайте в нее поиграем. Таким образом, вот как в нее играть, вот эти вот правила и показывают тренды. У нас сегодня какой-то интересный эфир получается, потому что перед вами был или я спинсилен. Даже играли. Из пенсионного фонда, рассказывали о нововведениях, там тоже чуть-чуть как игры, знаете, да. Давайте поиграем. Вот, все сегодня играют, какое-то нововведение осени. Что, наше жизнь, вот так легче, вот так легче, да. Если мы играем, какие правила стоят? Во что играем, да, во что играем? Играем вот у нас сейчас на экране, да, кроме красного это тоже тренд, еще и велюры, вельветы. Вот все мягенькое такое, это модно. Потом модные тотал денимы, и это деним не порванное, вот как мы привыкли. Ну, там, в принципе, летом поносили чуть-чуть. Да, это полностью, видите, в одном тоне, никаких потертостей, никаких дырочек, ничего нет. И это и верх деним, и низ деним, и все это одна ткань. И разные оттенки денима при этом. Опять то же самое, да, вот только тут с отделкой бусинки, которые тоже, как бы, все уже знают, и с лета еще это все длится. Бусинки или могут быть даже какие-то краской и так далее? Ну, тут, скорее всего, бусинки, потому что, да, вот как-то бусинки, они как вот пришли, обсыпали нас летом, перешли обсыпать восемь. А восемь потом, в зиму я так понимаю. Я думаю, да, они как-то, что-то снежок зимой, поэтому... Жутил, первый снег на вас. Потом, что у нас? Еще у нас есть серебристые оттенки, которые еще с прошлого года перекочевали. Это и аксессуары, сумочки. То есть то, что покупали в прошлом году, можно оттенять. Да, да, можно оттенять, да, можно отставать. Это, кстати, широкие плечи. Да, кровь, мужской. Очень такой вот коварный, да, тренд. С папиного плеча, так сказать. С папиного, да, или как будто вот, ну, такой как оверсайз, видите, у нее, в принципе, даже и длиннее. Укороченные рукавы, но при этом штанички явно ее размеры, даже вот укороченные. Этот тренд не всем подойдет, это вот это то же самое. Мощные плечи у кого есть, это уже, это, понятное дело, нельзя такое. Ну, только хрупкая девушка, высокая, может себе такое восполит. Опять-таки, чтобы еще раз подчеркнуть свою хрупкость. Да, опять, да, эту хрупкость. И опять на фотографии это хорошо смотрится, на улице, ну, хотя, может быть, может быть. Это такое дело, это спорный тренд, его все называют спорным. Да, его все называют спорным, потому что это мало кому нравится. Ну, это есть, ничего тут не скажешь. Это у нас Total Leather, Total Кожа, которая тоже очень модная. И опять же, она повторяется и вверху, и внизу. Разнообразные оттенки, такие вот глубокие, как этот зеленый. Даже винные оттенки могут быть, это модно. Вот, это красный, о нем говорили в сюжете, разнообразные, опять же, оттенки, это тоже очень модно. То есть, все теплое, скажем так, стоит. Чтобы слиться с природой, сейчас будет все красное и желтое в листе, да. Для тех легендарных фотосессий, которые так все любят. А, и, кстати, и спорт, да, конечно. Бахрома. Без него никак. Бахрома, если честно, интересное сочетание. Очень интересно. Сейчас спортивные вещи, они входят в очень необычных слияниях с какими-то классическими вещами. Но это, в общем-то, началось как бы не в этом году и не в прошлом даже. Поэтому, в принципе, мы даже привыкли. Сначала это было что-то, ах, боже мой, там, корсовки под костюм, боже. Что она или она делала. Да, кто это с физкультуры не переоделся со школы. Ну, там такое, а сейчас нормально. А если говорить вообще об осени, цвета мы уже разобрали, фасоны тоже, что с чем можно комбинировать. Но все же по тканям, что еще, кроме велюра, кажется, да, мы видели. Да, мы видели велюр, кожа. Кстати, перья. Это перья в аксессуарах, но они точно так же в отделке всевозможных... Ну, то есть, утепляемся всем, что есть натуральные перья тоже. Да, в общем... Грудь утеплили. Пойм, все, подряд. Бедные голуби на улице, перья могут ходить голуби. По все-таки тканям, если возвращаемся, что еще? Ну, безусловно, для зимы это кашемиры, кашемиры, да, махер, все, что теплое, что вам комфортно. Меха, кстати, меха тоже все-таки, крашеные, да. Мех желтый, кстати, тоже очень. Я помню, наш разговор, кажется, зимой 2016-2017, когда вы говорили, покупайте меха, они еще не выйдут. Да, да, в общем, они еще не вышли. Не вышли еще из моды, поэтому, друзья, на еще один сезон можно их так подносить. Да, но побыстрее, потому что они будут быстро выходить, но мне так кажется. Все такие аховые вещи, броски, но они всегда быстро уходят. А по цвету, если это меха, я так думаю, ну, оранжевый точно и красный нет, или... Ну, желтый вон, желтый вон, яркий, замечательно работает сегодня. И та же лама пушистая такая вот. И салатовая, и зеленая. Ну, то есть еще пошокирует. Да, есть возможность пошокировать модников. Ну, для любителей это рисунок классики, это рисунок принц-уэльский. Смотрите, Леопард тоже. Только нужно быть очень аккуратным. Ну, в смысле, даже не аксессуарах, а разбавленные, разбавленные просто. Все, друзья, встречайте на следующей неделе у меня в кондреичном костюме. Я буду вас шокировать с самого утра. Друзья, я вас за язык не дергал, перья с вас. Ладно, так уж и быть. Вот так. У нас пятня на нас. Окей. Все, все голуби в округе. Берегитесь, эти люди уже выходят с эфира. Вам спасибо большое за то, что сегодня поделили нам настроение. Конечно же, рассказали, как всегда, что модно, что не модно будет в этом сезоне. Вашему экспертному мнению доверяем не только мы, но и уже телезрители. До новых встреч!